Наша задача стоит, одна из задач, это пропаганда волонтёрского движения в Республике Коми. Вот из этого она и находит. Каждый день мы работаем не только на тем, чтобы какие-то организовать новые проекты, какие-то реализовать проекты. Если это приносит какой-то позитив, если это приносит кому-то какие-то деньги, если это приносит кому-то радость, да, это замечательно. То есть, ну, понимаете, когда я только начал свою деятельность ещё год назад, все мне говорили, Дима, ты пиаришься, ты на этом что-то делаешь. А сейчас такое впечатление, что взять даже эту акцию, да, то есть, которая у нас идёт на Юргене, супер, замечательно, я только рад, что такое идёт всё, ну, то есть, как-то всё двояко. Так мы должны сразу разделить, что, извините, если мы эти флешмобы делать, и результат какой-то положительный, тогда это хорошо, когда люди сами на это идут, когда это добровольно. А когда это испал палки, и когда это результата нет, а только один пиар для кого-то, конечно, это отрицательно. Из-за этого, я ещё раз говорю, никакой команды нет. Есть Дмитрий, есть люди, которые говорят мне, Дмитрий, я хочу с тобой там во всех мероприятиях принимать участие, или в таких направлениях, и, конечно, я только за. Я считаю, что волонтёрство, это, во-первых, свобода. Знаете, у меня песня такая есть, любимая, Вария, «Я свободен». Вот для меня, честно говоря, я хотел даже письмо, мы так думали, так написать письмо исполнителю, да, Кипелову, чтобы можно мы назовём это, наше будет гимн. То есть, нужно, мы давно говорим, думаем о гимне, то есть, много идей, проектов, то есть, мы их пока откладываем, потому что это очень сложно, да, потому что мы не берём деньги у кого. Если кто-то предлагает, мы, конечно, не против, ну, не я, имеется в виду волонтёры, то есть, им надо и где-то попить, поесть, ещё что-то, это не суть. То есть, я говорю, что это абсолютная свобода. Кто как хочет, кто так и делает. То есть, грубо говоря, это, знаете, как рыночные отношения, спрос-предложения. Если тебе нужны эти волонтёры за тысячу рублей, но берёшь ты их, если тебе нужны волонтёры, которые бесплатные, но, согласитесь, просто которых ты за тысячу берёшь, что ты от них и просишь, то есть, это уже промоутеры, это не волонтёры. это мы должны это сразу понимать и понимать что все-таки люди которые идут и по своему какому-то желанию хотенью умению просто узнает я это умею этого хочу там много может быть мотивации на самом деле можно долгие перечислять конечно вот я считаю что республика это это очень обязательно надо поддерживать этих людей тут конечно на себя одеяло немножко натяну но все надо поддерживать таких людей как я это опять я конья конечно но еще раз скажу надо поддерживать таких людей кто будет организовывать такие организации честно говоря вот год прошел не знаю были ли ночи когда я думал как блин нафиг этим занимаюсь понимаете это все сложно это очень сложно что когда тебе еще потом берут и говорят а то что он делает возможно и сейчас появится не заметки что он это делается для пиара или еще что-то ребята давайте удачи я вам даю волонтеров просто я сейчас могу завить идите будьте руководителем только извините полгода вы побудьте моим замом и побудьте посмотрите моей моей шкуре побудьте когда ты не может нормальную работу строится потому что извините взялся за куш не говорю что не куш надо надо создать ассоциацию там да то есть надо создать какой-то не за клуб как там нужно неважно федерацию я не знаю как это назвать не имеет значения но у каждого свой камень поймите что только вот такие организации как волонтер у которой нету ни папы ни мамы есть человек который абсолютно спокойно относится если придет к нему человек скажет давайте туда пойдем давайте сюда пойдем понимаете самая большая проблема сейчас волонтерство по моему это то что каждый под кого-то пляшет извините конечно так говорится но так есть то есть у нас есть замечательные лима и ольга им тяжело находиться в руку те то есть я их иногда за уголь приезжайте на мероприятие еще что-то нигде мы не мы не можем мы работаем у них замечательный руководитель но он это правильно с одной стороны он говорит о том что у вас есть работа в первую очередь а потом уже правильно ведь у меня поймать из-за этого я и понял что у меня нет возможности практически работать я где-то какие-то подработки делаю то есть примите вот подумайте сами мне хоть и там уже за 30 да но все таки я здоровый умный с высшим образованием человек и я понимаете занимаюсь тем что они не зарабатываю низ не покупаю себе там дачу машину еще что-то я могу это себе сделать позволить у меня есть мозги но я занимаюсь чем поверьте то есть получается что ты многое даешь и когда какие-то люди говорят о том что а там еще раз бы ребят волонтеров и молодежи до 25 до 30 я вам знаете что скажу вот вот можно знать как проверить тест на тот кто будет волонтером кто не будет волонтером я вчера шел вот в костюме этому кота кошки там кота да да и понимаете те люди которые идут навстречу тебе и улыбаются вот эти люди могут стать волонтерами у них открыто а вот те люди которые идут на этом отворачиваются или еще что-то тебе говорят или хотят тебя снежок кинуть эти люди не способны способны стать волонтером но им намного это слой их путь сложнее вот и все так я знаете скажу что естественно безусловно это понятно что девушки более открытые естественно это девушки больше могут быть там женщины находиться волонтерами возраст разный возраст вот это совершенно неправильно что говорят о том что это обычно там 15 16 17 нет я могу сказать о том что просто когда тебе уже 20 25 у тебя уже много проблем но они также хотят заниматься этим они также активны и мы создали волонтер коми организацию это была замечательная идея по сути того что вот действительно создать вот это вот в большой большой ядро куда бы все входили вы понимаете очень это очень такой как сказать момент все таки политика и волонтерство это очень разные темы ну никак не соизмеримы то есть я так считаю что это не очень удачно был попытка сконцентрировать людей вокруг нашего главы изначально мы хотели создать такой скажем блок волонтеров куда бы могли входить туда люди которые вообще не безразличны вообще наш наша наша республика да то есть наш город непосредственно то есть каждый бы этим занимался и когда вот прошла вот эта программа развития мы безусловно мы стали показывать что предложения были сам до сих пор помню много предложений очень интересных очень интересная практика да вот это я считаю это вообще супер было все но видите все так за политизировано было просто конечно понятно что перед выборами это все состоялось у всех было такое нас вообще люди не очень хорошо к выборам относится не верят в них может даже даже быть в какой-то части я к этому отношусь немножко так скептически но сама идея была замечательна то каждому должен быть свой подход кому-то надо там пожестче кому-то понимать с ними надо вот скажем подход вести и где-то я для них взрослый человек я должен быть для них примером так как как и учитель становится для них примера если ты где-то себя неправильно ведешь ты должен это понимать и меняться то есть слава богу у меня были уже с моей жизни и педагогические ошибки различные другие теперь я их знаю я вижу по ребятам понимаете то есть я все таки рад что я занялся этим в 33 года не в какое-то другое время все мои страсти грубо говоря таки ушли больше там монеты я менее когда максимализм хотя бы у меня конечно остался такой юношеский в чем-то вот ну понимаете их понимаю как то есть то что он остался это дает я их понимаю что не хотят знаете что хотят вот что я хочу я хочу быть нужным чтобы это самое замечательное ощущение я нужен у меня может быть неразделенный какой-то нет детей да под надеюсь пока вот но знаете вот я не отношусь к ним как детям я с ним отношусь как товарищем как люди которые помогают мне я им помогу я всегда считал всегда говорил одну вещь человек должен сидеть на том стуле на на своем стуле я не тот человек который там будет находиться и я знаю намного больше достойных людей которые действительно и не знаю где-то законы где-то и что-то я же человек который занимается своим делом я действительно этим занимаюсь мета нравится думал даже хотел потом подумал не мое дело но подумал он по хотел представил себе порадовался этому моменту примерил до себя где-то так виртуально недостаточно нет это не мое я могу точно стать этим заниматься не буду может быть если пройдет 5-10 лет я буду говорить по-другому но сейчас все таки я честно говоря я надеюсь что не надо этим заниматься я уже занялся этим когда стал руководителем проектом волонтером коми в принципе я залез куда-то в политику можно сказать да то есть стал заниматься какими такими вопросами знаете попробовал не понравилось я хочу сделать газету волонтер в которой бы я делал то есть это будет а3 а3 или а4 какой-то лист в котором будет просто черном-белом написано какие у нас были дела там что просто и вот выбегает мальчишки кричит газета волонтер газета волонтер во первых ярко и интересно до 1000 сделать экземпляров чтобы там не входить никуда и у меня конечно если такая еще мечту которая моя моя меня где-то с лет двадцати была мечта книгу написать я знаете даже несколько раз пробовал ее ну и понял детстве что стихи стихи не мое вот и вот какие-то там рассказы петлю писал то есть для себя там для своих друзей там для девушки своей вот вот сейчас я понял что я сейчас хочу не знаю как то мое одно мое хотение уже за 20 лет все-таки сейчас я вот себе хочу ну так поставил цель написать книгу волонтерстве либо человеке либо что но все-таки хочется художественную книгу чтобы она читалась у меня сейчас есть еще один проект я вам говорю что он сто один скорая волонтерская помощь то есть это нужна машина чтобы мы могли приехать кого-то перевести до того же там человека с ограниченными возможностями здоровья то уже бабушку там нам уже часто обращаются что привести кого-то надо там на в театр или еще что-то у нас нет машины мы отказываем потом там держать какие-то вещи там гвоздик прибить еще что-то это же мелочи 2 2 2 3 заявки ребята я уже с ними говорил не быть мы готовы мы будем этим я говорю поймите если мы начнем этот проект это все я себя в группе писал организация волонтер по моему даже репости лет что организация волонтер просит в дар автомобиль я же не для себя это просила для этой акции понимаете я очень как бы хочу чтобы там естественно желательно чтобы это было у них с кузовом комби какой-то давайте четверка замечательно